Как отразится на ситуации помощь России со стороны Китая, Ирана и КНДР? В все время пытаются демонизировать Китай. Я тут не соглашусь. Китай даже приостановил продажу трогов и комплектующих к ним в России гражданских гримов. Так что Китай тут отдельная история. Что Китай – цивилизованная страна с прогнозируемой внешней политикой. На данный момент каких-либо системной помощи Российской Федерации от Китая я не заметил. Другое дело Иран, другое дело Северная Корея. Но вы знаете, дело в том, что это актуально для любой страны. Потребность в военных ресурсах – это топливо, скажем, еда, артиллерийские боеприпасы – в мирное время и в военное время отличаются более чем в 10 раз. Примерно в 20. И чтобы Ирану, который для себя в мирное время, скажем, готовил 100 тысяч снарядов в год, выйти на, скажем, отметку 500 тысяч снарядов в год в 5 раз, ну, это как бы это работа смешника, это дополнительное оборудование, это новые рабочие силы. Это никак не меньше одного или двух лет. Поэтому какого-либо большого скачка для страны, такой страны, большой страны, как Российская Федерация, ее возможности может выполнять Китай. Либо какая-либо другая страна, по возможностям, скажем, как Российская Федерация. Любое другое – это тактические местные процессы, и они незначительно увеличат возможности Российской Федерации. И плюс к этому Российская Федерация, если даже может находить артиллерийские боеприпасы, она не может найти артиллерийские пушки. Артиллерийские пушки, ствольная артиллерия, она во многих странах остановлена на его производстве, потому что она уязвима от огня контрбатарейной борьбы, и военная мысль в мире пришла к этому, чтобы ставить артиллерию на самоходные артиллерийские установки. И сейчас мало кто производит артиллерийские пушки, в том числе и Российская Федерация. Поэтому у Российской Федерации проблем больше, чем у Украины. Если в случае Украины нет проблем от доступа к технологиям, нет проблем от доступа к производственной базе, к рабочей силе, в том числе и за рубежом, то у Российской Федерации пограничены. Последний вопрос, если можно немножко смоделировать ситуацию. Если мы предположим, что есть три сценария завершения войны, это оптимистичный, нейтральный и пессимистичный. Как они могли бы выглядеть? Я бы назвал эти сценарии по-разному. Есть три сценария окончания этой войны. Сценарий военно-политической победы Украины. Это капитуляция Российской Федерации, полный возврат украинских территорий, ядерное разоближение и квоты на вооруженные силы Российской Федерации. Я считаю, что это полная военно-политическая победа, которая в перспективе 10-20 лет приведет к обеспечению безопасности Украины. Сценарий второй. Это на ваше усмотрение, как вы хотите так и назовите. Сценарий второй. На каком-то этапе произошло сменое видение политической элиты Российской Федерации. Могут быть... Это миск-3. Это миск-3. Скажем, ситуация осталась такая, но какой бы правитель в Россию не пришел бы, скажем, через 5 лет, через 10 лет, у населения будет желание реванша. Доделать свое дело. Да. Поэтому это будет как бы временное решение вашего конфликта. А сценарий третий. Сценарий третий. Это как бы вы получаете свою землю, но Российская Федерация сохраняет как свой ядерный арсенал, так и не получает квоты на свое количество своих вооруженных сил. Этот сценарий тоже не полноценная победа, потому что взаимодействие от руководства вы всегда будете иметь как ядерный шантаж, как попытки силового удавления на вас. и вы всегда будете иметь на столе сценарий возобновления боевых действий. Я так понимаю, нам нужно воспроизвести свое оружие и больше помощи от Запада, верно? В том, что не знаю, Запад, насколько готов вам помогать. Ну, вы знаете, некоторые вещи мне позволяют судить, что... Вот, скажем, системы противовоздушного оборона. Вот, скажем, системы Патриот, либо какие-либо другие системы, которых в Соединенных Штатах Америки очень много. И ракетные системы противовоздушного оборона в Соединенных Штатах Америки, они не оптимизируются для ударов по наземным целям. Вот в чем проблема передачи противовоздушных средств. У американцев есть очень хорошая противодронная система, скажем, система Сириана. Это шестиспольный пулемет, который с дронами расправляется только так. Хорошо, вы не хотите активизации войны, наступательных действий со стороны Украины, но вы же не передаете ей оборонительный систем в достаточном количестве. Поэтому я думаю, что Украине все-таки нужно все больше и больше полагаться на свои силы. Вы знаете, я часто критикую Запад, но надо присмотреться и вам, самим к себе присмотреться. Вы уже более года воюете с дронами Камикадзе Шахеды. Вот что помешало украинским умельцам сделать автоматический пулемет 12-7-14-5-го калибра. Вот что. Вы умудряетесь за год не в том переформатировать ракету, оптимизированную по ударам по наземным ценам. А автоматический пулемет вам сделать, что помешало. То есть, на Бога надейся, сам не плашаю. Вам надо увеличить, вам надо вложиться по полной, как страна, которая воюет. Если вы будете полагаться на рост западной помощи, то, возможно, вам и у вас и в 2026 году тоже будет война. А какой из всех этих сценариев наиболее вероятный именно на данный момент? По состоянию на данный момент, по тем силам и ресурсам, по видению ваших партнеров, это плюс-минус минус 3. Плюс-минус минус 3. Потому что без роста ваших возможностей, вот, скажем так, насколько вы потеряли поддержку Запада сначала в вашем наступательном действии. Я не говорю, что это была ваша ошибка. Нет, вас принудили. То есть, вы не соглашаетесь на Минске, но нужно, чтобы вы к этому пришли. И вот, если вы недостаточно подготовитесь к весенней наступательной операции, я думаю, что по результатам наступательной операции вам нужно будет прийти плюс-минус на Минске. Но это уже территория, это уже спорный вопрос, как бы, что останется, что не останется, какого рубежа вы достигнете. Но без перенапряжения ваших ресурсов вы нужны, будете пойти на путь политического углубления. Смотрите побольше на Израиль. Больше, чем Израиль, Америка вам не поможет. Но Израиль научился полагаться на свои силы. На какой-то период вам надо будет стать Израилем. Все для фронта, все для победы. Стать милитаризованным государством. И это не только дело военных, это и перемена мировоззрения у гражданского населения. Это потребит очень больших финансово-экономических ресурсов. Вы готовы к этому? Если нет, то к концу весны сложится тогда такая ситуация, что вас будет принуждать к своему роду в Минске. А если таки удастся подготовиться к весне? Знаете, человеческое слушание. Все любят примазаться к победе. Если вы будете на очень хорошем уровне истощения вашего противника, ну, у Байдена выборы не может тоже нам будет примазаться к победе другим по-российским элитам. Каждый по счету скажем так, за честь внести посильный вклад в вашу победу. И я не скажу, что вы к концу весны победите, но к концу весны у вас будет позиция сильного. Позиция сильного, которым может сказать, я не хочу иметь дронов. Они, ну, как бы, не, Крыма только мало. Давайте все до 1991 года. А это может быть только в том случае, когда вы военные, экономические потенциалы Российской Федерации сможете истощить, скажем, на 20-30%. Это будет очень сложно, но возможно. Но возможно. Потому что, скажем, если вы в день применяете на фронте тысяч 500 дронов, а если будете применять пять тысяч дронов. И вот вы представьте, насколько должно перенапрячься и общество, и государство, чтобы, скажем, за три месяца поднять выпуск дронов 10 раз. Вы уже опаздываетесь с этим, кстати. Ваша страна должна перейти на военные рельсы. Агиль, спасибо большое вам за интервью. Поехали.